Я хочу быстро кратко осмотреть все важные моменты, касающиеся молитвы. И то, что одно из них, то, что мы называем, это духовная брань. И молитва духовной брань, она обычно касается атак дьявола. И кто из вас помнит, о чем говорит Павел в шестой главе к Галатам касательно духовной брани? О чем же эта брань была? Павел в шестой главе к Галатам касательно духовной брани. Павел в шестой главе к Галатам касательно духовной брани. Это не Галатам, а Эфисянам. Шестая глава. Я ищу и молюсь в одно и то же время, поэтому мой мозг был занят. Наконец, братья мои, укрепляйтесь к Господу и могуществом силы Его. Облекнитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. И когда Леон говорит, что наша брань не против крови и плоти. Не против начальств, против властей. Против мира правителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесных. Интересное описание. Духи злобы поднебесные. Знаете, что когда Писание упоминает о небесах, то оно всегда во множествах. А у нас нету достаточно много информации о всех небесах. Но у нас есть местописание, которое касается третьих небес. Не так ли? Кто-то помнит это местописание о третьих небесах? Даниил. Даниил. Павел. Пабло. Павел. Апостол Павел. Апостол Павел. Он сказал, что он был на третьем небе. И по той определению, что он там был и его опыте, мы понимаем, что там находится престол Божий. Да. То, что является третьим небом, это то, что мы называем небесами. Иоанн также там был. Он не называл это третьим небом, но... Третье небо, очевидно, это там, где Господь властвует и царствует. Ну, очевидно, что есть и первое и второе небо. Да? Вы очень умные. Итак, нам нужно сделать вывод, что это предполагается. И согласно того, что мы знаем из Писания. Таким образом, мы верим, что первое небо — это то, что мы имеем естественную атмосферу. Где небеса провозглашают славу Божию. То, что вы видите своими глазами. Голубое небо. Там заяц... Ну, вот это... Как его называются? Ра... Банни. Там заячка... Банни. Бакс Банни, да. Помните, когда вы были детьми и вы лежали и смотрели? Вон, смотрите, там заячка. Вон там слон. Да? Хорошо, в любом случае. На небеса мы смотрим на звезды. Первое небо. Но потом идет следующее, второе. И здесь Писание говорит о духов злобы поднебесной. И многие люди считают, что второе небо — это как раз вот это поднебесное, как здесь написано. И есть борьба, есть битва. И в молитве мы можем подключаться или участвовать в этой битве, которая происходит на небесах. Откройте свои Библии в Даниила, 9 глава. Хорошо? Потому что Библия говорит, что Даниил молился к Богу. Хорошо? Он взывал и молился. В Даниила, 9 глава. И дальше в Даниила, 10 главе, И у него есть личная встреча с Богом в 12 стихе. И вообще... Не спрашивайте. В самом деле, мы вернемся чуть раньше, к 7 стихе, где он говорит, что он увидел видение. А в 9 стихе кто-то в этом видении приблизился ко мне. Я услышал его, что он говорит, и его рука прикоснулась ко мне. И 11 стих говорит то, что было сказано Даниилу. Он говорит, что ты высокоен. Ты читаешь, 11? Да. Ага. 11 стих Даниила, 10 глава. Даниил, муж желаний. И стань прямо на ноги твои. Ибо к тебе я послан ныне. А в 12 стихе он говорит, не бойся, Даниил. Поэтому у Даниила был такой опыт переживания. И был кто-то, кто приблизился, достигнул к нему. И он прикоснулся к его плечу. Я считаю, что я бы тоже боялся. Он говорит ему, не бойся. Он говорит, что с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя. Смирить себя перед Богом твоим. Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Это очень интересно. Он говорит, Даниил. И даже с того момента, как ты первый раз начал молиться об этом, Мы слышали твои слова на небесах. И по этой причине я здесь. Поэтому кто-то с небеса опустился на землю. И имел общение с Даниилом о его молитве. И вот что эта личность сказала ему, начиная с... Это небесное существо. Начинает говорить с Даниилом, как записано также в 13 стихе. Написано, что князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Тогда Михаил, один из главных князей, пришел бы помочь мне, потому что я там был убежден с князем Персидского. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. Это удивительно. Это небесное существо, этот ангел с небес. Он пришел к Даниилу и сказал, что с первого дня, как ты молился, мы тебя слышали. И он говорит, что я был послан, чтобы ответить на твою молитву. Но он говорит, что у меня была битва, брань с царством Персидским. И он удерживал меня от того, чтобы двигаться вперед. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Принц Персидский – это демонический принц Персии. И этот ангел пришел, чтобы бороться с ним, но он был убежден. Но он также был назван ангелом, который был послан, и с которым была брань. Но там говорится потом… Мне нужно работать над трубой. Архангел Михаил был послан к помощи. Поэтому мы не… Мы не оступимся или не… Нам Михаил в помощь, то есть он всегда открыт к помощи. Михаил – один из сильных ангелов. Он ангел, который борется. И поэтому он пришел сражаться с этим названным ангелом. И помочь, чтобы произошел прорыв. Чтобы молитва Даниила была отвечена. Это должно быть как бы… Приводносить нас в восторг. Не только, когда наша брань не против плоти и крови, Но против духов злобы поднебесной. Но когда мы молимся… Это не мы ведем брань против духов злобы. Мы определяем или посылаем ангелов это делать. И так, что духовная брань не против ангелы В оборудовании против демонских раумов. Таким образом, что, кто просвет в святых раумах Открывает двери в натуральном рауме. Когда мы молимся… Мы высвобождаем ангелов в духовный уровень. Чтобы они участвовали с злыми духами. Чтобы когда они победят… Чтобы мы получили результаты на естественном уровне. Это достаточно сильная брань. Это удивительно. Мы участвуем в духовной брань. Нашими молитвами. И эти молитвы высвобождают ангелов. Небесных борцов. В наших молитвах. Восвобождая ангелов. А наши продолжительные молитвы Восвобождают больших ангелов. Великих, больших ангелов. Которые могут исполнить свою работу. Аминь. Это хорошо? Мне нравится это. Отлично! Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Аминь. Далее. Продолжение следует...